Земля цвета повернет во тьму Вот смотрите, Морозобойна, видите, это делал на днях специально Морозобойна И это нормальная ветка, которая уже плодоносит на абрикосе Дерево изувечено, ему 32-33 года Они избиты раз морозами Они мною искалечены, потому что с каждого такого дерева Знаете, что это за дерево? Ваньков Рамий Слышали когда-нибудь о таком? Я тут пытался продать, товарищ пришёл, Савиногорец Величайший случай, второй случай, видимо Продайте лесковетрик Доставил с холодильника Очередной, говорю, гордостью Это чёрный абрикос Он есть в Сибири только у меня Ну, может, у пары учеников Он не взял Это же диковин из диковин Вы понимаете? Чёрный абрикос Не взял Ну, у него были проблемы, видимо, с деньгами Так И вот это вот Полагается Сохранить умирающую ветку И всегда, когда ветка Я никто не наклонял Она сама наклонилась Сейчас, извините, я никогда не это Всё бывает Плоть до того, что Хвата мешки Вокзал отходит Так, всё А вот, железо на проводе Итак, я сейчас на вебинаре Если что, тихонечко Пока Так Так вот Так вот Оставляем ветку А горизонтальная ветка Она всегда даст толчок Это закон природы Дерево стремится к солнцу И уничтожать то, что стремится к солнцу Это просто Ну, как, самые лёгкие слова Невежество Глупость Понимаете? Этого нельзя делать А это Я не хочу лишний раз тыкать Тимиревич Помните, тот самый Схема Девять видов веток лишних Там, включая вот эти Вот К сожалению И я ни разу в жизни не отрезал Вот укорачивать, да Укорачивал Но никогда целиком не отрезал Да пусть себе растёт Через год Они покроются Через год Это же абрикос Он же на второй год уже цветами покрывается Он покроется плодами И всё Что же это Где Я пробовал Я специально ходил по саду Я вспоминаю все годы У меня избирательная память Я телефоны не запоминаю Фамилии, отчества Но я всё помню Ни одного случая Журующего этого А зачем было повторять За одного человека Который один раз посмотрел Может ещё год А он ещё не подносит И на всю жизнь Приговорил В миллионах садах Миллиарды Волшков Ну извините Не могу так Я конечно Эмоционально говорю Но не могу иначе Мне просто Ну как бы Может давлю на вас Но хочется убедить вас Убедить в своей правоте Я же не просто Это самое Вот воскалеченное дерево Вот они пошли Вот они Было бы целое Они же появились Где-то на десятом Там на восьмом году жизни Вот в однолетке Когда дерево Уже терпеть не могло Моих издевательств Ну Ну Неужели кто-то скажет Что я чушь сказал Мне вот это удивляет Я сейчас на Ольгу надеюсь По-моему Наталья Это Вот А Второй случай По-моему в этом году Когда я всё-таки Обращаюсь к авторитетному Материалу Вот Здесь вы конечно Сказали Что я херню говорю Что этот Что он никогда Плодоносить не будет Да Что его надо срочно Отрезать Рану страшно Мало раны Ещё Допустим Вы остались На этих позициях Хорошо Волчковые побеги Из научного труда Я ни при чём Я ни при чём Я только расшифровую Итак Определение Сильные Вертикальные Растущие побеги Обычно возникают На многолетних ветках Из спячек Или адвитивных почек Вот Мне знаете Что не хватило Этого товарища Он не знает Половины Половины Природы дерева Половины знает Половины нет Он по принципу Ча вижу А там поёт Да Вертикальные побеги Сильные Возникают На многолетних ветках Из спящих почек Вот это могла быть Спящая почка Могла быть Потому что тут близко Явно близко штамп Вот А что такое адвитивное Я вначале подумал Ну неужели Он догадался Неужели я один Уже не буду На этой планете Твердить своё Нет Адвитивные побеги Которые образуются На любом участке Просто Ну это Сделали же ничего Вот его назвали Адвитивной То есть Природу Вот этого Вот этого Ветки Кстати Нормально Она явно будет Плодоносить Не так Автор по крайней мере Не знает Сейчас знаю я И знают мои эти Ученики Вот и вы теперь Ольга с Натальей Знать будете Вот Как Когда Не осталось Ни одной почки И даже спящей Дерево Ветка Вырастает Из клетки Я ничего Не придумал Вот Но Понятие Из клетки Известно Микроклонирование Вот Микроклонирование Основано На появлении Дерева Из клетки Вот Но мы сейчас Еще далеко Копнем Давайте сейчас Посмотрим Старая ветка Да Значит на ней Не было Почек Значит из клетки Других вариантов Нет Пока принимайте Это за данность Подробнее потом На горизонтальной ветке Принцип тот же Нету Ничего Ветка растет Себе Никому не мешает Вот Но дерево Должно Сразу выбрасывать То что Вы еще назвали Волчаками Их надо уничтожить Давайте посмотрим Что пишет Не самый Достаточно Грамотный человек Появляется При ослаблении Роста побега Из верхушечных почек Внимание Вследствие Подмерзаний Поломок Сильной обрезки Поняли Вот тут Вот Тут такое Писание Что вот тут И отрезано Вот И Стимулирует Все этот рост А Ветка Искалечена Вот Видите Подмерзание Поломок Появляется Вертикальная ветка Из клеток Из клеток Из клеток Из клеток Из клеток Из клеток Вот А теперь Если вы просто Поковерьте Скажете А как из клетки Она может появиться Как клетка Ну там Оболочка Что там Протоплазма Ядро Как А вот Сейчас мы Подходим К одной Из величайших Я уже Несколько Раскрыл Загадок Пророда Я хочу Чтобы сейчас Напряглись На столе Вот Сейчас Прошу прощения Я очень Хочу Чтобы вы Поняли Что мы Подошли К величайшей Загадке Величайшей И разгадке Итак Перед нами Как это Не странно Звучит После Что я Наговорил Богословы И Богоискатели Даю вам Пример Чудо Божественного Творения Так вот Когда-то Нам Было Именно С точки Зрения Этеизма Было Внушено Что Когда-то Появилось А потом Церкви Взрывал Пускай Потом школьников Потом Это используется С одной стороны Практики Вот они Это целое направление Казалось бы Но догадаться Что она Вот это все Уже Практики Вот они Растения Потом их вырастают Потом их Миллионами тиражируют Потом Ни хрена Толку Толку От них Нет Это Другой Вопрос Ну Тупиковое Направление Я Это Другое Направление Вот А теперь Внимание Раз уж Целые Деревья Появляются Из клеток То Теория Чарлина Дарвина Не верна Понимаете Это То Что Налицо Видно Но Просто Никому Голову Не приходит Что Если Вот это Появляется Не из почки Почки Есть Все Почка Это Полноценная По крайней мере Половина Будущего Дерева Вот Я имею Ввиду Потомство Дерева А здесь Чудо Божественного Творения И Потом Пожалуйста Вы Отдельно Подумайте Как По Дарвину Клетка Могла Иметь Свойства Целого Дерева Когда клетки Друг дружка Пристраивались Вот Это все Теория Опарина Там Грязная Лужа Вот Пристраивались Пристраивались Усложнялись Получились Почему-то Организмы Но Они Как были Клетками Так Они Клетками И оставаться Должны Вот Клетка Помните Что такое ДНК Клетка Мне там Мордой Тычет Что я Нет Не генетик Клетка Имеет Определенный Набор Генов Из него Растает Потом Рука Нога Если дерево Корень Корешок Плод Каждая клетка Имеет свое Предназначение Это ДНК А то Что внутри Клетки Готовый Организм Готовый Вот он Вплоть до того Что деревья Начинают свисти Этого Никто До сих пор Ни один человек На планете Не осознал Стоит это осознать Это надо Хвататься за голову А дальше Сегодня у меня Получилось такое Я даже на первый вопрос Еще толком не ответил Даже не на первый На нулевой А потом Значит Президент страны Правда бывший Целуется в засос С этим самым С митрополитом Этой страны Стоят со свечками Крестятся И тут же Отдает команду Летчику Чтобы он Сбросил бомбы На мирный город На котором Ходят дети Женщины И 21 век Например Донецк И десятки И сотни детей И женщин Разорваны в клочья А они-то Ладно там И патриарх Бога не верит Потому что Ему же придется За это отвечать За сотни Уничтоженных Женщин Детей Кто видел Эти трупы Кто может себе Представить Такую картину А это все Показывали Он верит в Бога А я ищу Я богоискатель Я нашел Одно из проявлений Бога Это уже второе Сегодня Первое Помните Что Всего несколько тысяч Лет назад Появилась Это самая Почва А не миллионы лет Это ладно Там Можно спорить Можно говорить Что ошибся Там Наш гений Тимирязев Тимирязев Как Деми Все таки Это почва Миллионы лет Имеют А не тысячи Это второй вопрос Но здесь Здесь Этот пример Он должен перейти Именно в таком виде Нам нужна Я в важных вещах Говорю Я воспользовался тем Что сейчас У нас на два Человека С высшим образованием Кандидаты наук Настоящие ученые Присутствуют Вот Всего на два Надо бы на два миллиона Ну кто меня пустит Выступить Где нибудь Там Закладом На это самое Где нибудь Перед телеэкраном Да чтобы весь зал В академиках был Это Должно Стать Началом Новой эры Потому что Никогда Президент Который Еще в школе Учился Ему внушили Что Бог все таки Существует Что мы будем Отвечать за все Вот И летчик Который Кидал эти бомбы Он же потом Возвращался К своей семье Там остались Разрушены дома Которые строили люди Сады уничтожены Дети И сейчас И сегодня Это продолжается Потому что Бога нет И когда я нашел Вот это вот Вот это вот Это должно Переходить туда В школу Вот это Мое предназначение А заодно Это Дерево Возвращаюсь Нет Я все честно Возвращаюсь К обрезке Дерево Совершенно Первое Мы его перенесли На новое место За тысячу километров Это издевация Изгаляция Но мы хотим Вкусные плоды И мы добились этого Мы любители Вот Так уж получилось Что мы этого добились Случайно Ладно И далее Нет То есть не случайно Но мы даже не думали Что мы так и Результат получим Хотелось просто Покушать яблок Груши Не было То есть не было В советское время Всю зиму Не было Снабжения Не было Ничего не было Только компоты Пили Яблочные Эти Сливовые Еще томатные Компоты Все Больше ничего Не было А раз уж Получилось Что мы Перезошли Сами сюда Я подчеркиваю Дерево Совершенно Если мы Его переносим Корни Завесили Да Подрежем Крону Ну это мы Еще будем Проходить Самое главное В своей жизни Вот это Я считаю Что это как Может не зря Я будоражился От того Что боялся Что Мне скажут А где Вебинара нет Железова нет Не можем И все Нажимаем Как будто Как будто Дьявол Сделал так Что Каким чудом Сейчас Пусть Антон Рассказал Как меня трясло Когда он пытался Вот это Вернуть на экран Вот Ролчки Дерево Пытается Вернуть Свою крону Но разве Можно их Отрежать Ну Клонить Сами Наклониться Правило Четыре При обрезке Нужно делать Крону Максимально Прозрачной Вот это Самое Самое Мягко Скоря Неправильно Я нежно И без мата Когда крона Не закущена Плоды Получают Достаточно Количества Света Что позволяет Им быстрее Созревать Накапливать Драгоценные Витамины Столько Про это Говорили Уже Столько Фотографий Мы изучили Достаточно Количества Света А внутри Оно Не нужно Вот Потому что Там Каждый раз Вы знаете Как-то еще Кстати Это Доскобелова Это мой Как бы Это От науки Наблюдатель Назовел Вот А вот Это Вот Как у меня Дерево Как было Отдевая почка Так они И по фиде почки И не подходил К ним И сейчас Не подскажу Вот Так вот Я сейчас О другом Значит Дерево Допустим Имеет 100% Кроны Имеет Тысячу Или Десять тысяч Листьев Сотню веток Отрезаем Ветку С этого Момента Включается Программа Восстановления А если Рана Смертельная То Дать Предсмертный Урожай Это Уже Надо Назвать Это Аксиомой Вот Крона Дерево На своей Исторической Родине Не Привитого Совершенно Все остальное Уродство И мы этим Пользуемся Уродством Потому что Раньше Плодоносят Будучи нами Скалеченные Прививка Это Калечения И наша Песня Хороша Сколько Мы уже Повторяем Но это Уже Для Двух Новых Наших Гостей Так Соблюдая Принцип Соподчинения Он заключается В том Что Самые Мощные Побеги Должны Расплодаться Внизу А более Сложно А ветка Привитая Она Не хочет У нее Может быть Расти Нижние Ветки Короткие А выше Крупнее Но это У меня Фотография Одна из Сотен Я просто хотел Показать Что Я был Единок Бойкова В моем Саду Курдиума В моем Саду Турсон Доскобила В моем Саду Сколько Он студентов Привозил Как Он хотел Студентов Чтобы Посмотрите Давайте Уезжает С концом Один Только По карманам Тихушку Эти Рассовал Косточки Остальные Даже Этого Не делали Ладно Итак Закон Соподчинения Это Глупость Величайшая Почему Потому что Те Которые Это Писал Он Не знает Что Привитые Деревья Не Подчиняются Закону Соподчинения Но Мы Это Уже Обрата Говорим